Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас по-прежнему прохладно, минус 2,5 сейчас. Мне Леон посоветовал, я всё про фильмы, мне Леон посоветовал, наш Леон, фильм 3Х, мировой или 3Х, мировое господство, фильм 2017 года. Я было начал, а там я прочитал аннотацию. Оказывается, это третий фильм, есть 3Х, Х 2002 и 2005 года. Ну, вот я начал с 2002. Ну, там Вин Дизель ещё молоденький, интересно посмотреть. Советую. Так, Бронис написал в комментариях, хоба и привет, не в тему, пересчитал, что у нас в кухне 5 сортов соли. 5 сортов соли, у нас тоже какая-то разная соль. А по мне соль, она и есть соль, я абсолютно никакой разницы не ощущаю. Ох, вот тут комментарий только сейчас. Да, вот на то, что умер Стахан Рахимов, да, Галина пишет, как жаль, ушла эпоха. Покойтесь с миром, да, конечно, это эпоха. И вот она эпоха. Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, этим утром экстренно сел в Тюмени. Отказал один из двигателей. На борту 200 человек. Никто не пострадал. Самолёт вскоре продолжил рейс. Ну, оторвали нафиг этот двигатель. А зачем? У него ещё много. Так, что ещё? Полиция задержала экс-президента Боливии Жанин Аньес и Тё арест по обвинениям в терроризме, измене и заговоре. Вот так вот. Тётью арестовали. Надо же. Угу. Да Россия-то не скоро будет. Власть американского города Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Ну, помните, да, эту историю. 27 миллионов для урегулирования гражданского иска. Никак не комментирую, ребят, я. Это сложно. Так, за сутки в России выбрали 9908 случаев коронавируса. Чё-то уже ближе к десяти опять. Ближе к десяти уже. Ай, ай, ай. Много. В Москве задержали участников признанной нежелательной в России организации. И кого же это? А, форум муниципальной России, который проводил в Москве организация, признанная нежелательной в России. Об этом сообщают, т-т-т-т-т. Как пишет РБК среди задержанных среди соколов. Юлия Галямина опять. Евгений Ройзман, Илья Яшин, Владимир Карамуль. За ничё пельмень. Это чё такое? Там у меня дальше где-то было ещё. Ну-ка, ну-ка. Да, дальше было ещё, я потом расскажу. В Минэнерго объяснили рекордный рост цен на бензин и дизельное топливо. А чё? Да, вот объяснение. А чё? Нет? По мнению ведомства, текущие тарифы связаны с общей инфляцией, ростом оптовых цен из-за сезонного скачка спроса. Ещё я где-то тут читал, из-за того, что холодно. Рост бензин, рост цен на бензин. Да, интересно. Названы самые угоняемые автомобили в России. Ну-ка. А, корейцы, Hyundai, IKEA, а также японская Toyota. Вот оно как. В ГИБДД назвали самые аварийные дни и часы. Больше всего ДТП происходит с 17 до 19 в пятницу и субботу. На это время приходится треть всех аварий с начала года. Наиболее безопасное время для езды на машине с 3 до 6 утра. Да, ну кто же будет ездить? Хотя у меня жена, ну, когда ещё только приехала сюда, в Америку, она ночью училась ездить по хайвею. Потому что там, ну, вообще никого нет ночью. Вот. Ну да, это и есть такое, да. Не она одна. Один из, вот непонятно мне, ребята, один из самых мощных в мире подводных нейтринных телескопов начал работу на озере Байкал в России. А зачем телескоп под воду? Что-то как подводная лодка в степях Украины. Мне это непонятно. Пуск установки прошёл при стечении высоких гостей. А всё равно никто не проверит. Ну, погрузили туда какую-то фигню с батарейкой и всё. Почётный президент ОКР Жуков назвал глупым решение ЦАС запретить Катюшу в качестве гимна. А почему глупым-то? Нечего даже. Катюшу ещё будут петь. Назван лидер по росту преступности среди регионов России. Севастополь, ребята. Этот субъект назвали в Генпрокуратуре. По данным ведомства, преступность в Севастополе выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем Ленинградской области. Ух ты, ёлы-палы. Надо же. Мрак. Состояние одного из российских богачей впервые достигло 30 миллиардов долларов. Какой-то Алексей Мордашов. Я его не знаю. Ни разу. А, владелец Север Стали. 30 миллиардов долларов. Ну, ребят, гордитесь, вы чё? Гордитесь, гордитесь. Сняли с языка. Географические пятна могут быть симптомом коронавируса. Ну, есть такое понятие, географический язык, когда пятна на языке. Вообще, это редкость большая. Но вот при коронавирусе это тоже возможно. Характерные пятна на поверхности языка. Ну, почему географические? Ну, как на карте. Вот разные пятна там, да. Вот. И язык тоже такой. Я видел такой, да, нам показывали. В институте. Больше не видел никогда. Но вот сейчас опять появился. Мошенники позвонили россиянину 65 раз за сутки. И всё равно обокрали. Но Ёлы Павлович, житель Карымского района в Забайкальском крае, стал жертвой телефонных мошенников. С помощью телефона ему удалось украсить, украсить с его счетов, да ну укрась же, господи, украсить, с его счетов более 230 тысяч рублей. Надо же. В 65 раз звонили за сутки, за сутки, за сутки. В СК, в СК, в СК, назвали причину задержания полицейского в Красноярске. Уголовное дело против начальника первого отдела полиции Красноярского вооружено по факту получения взятки в крупном размере. Взятку. Взятку получил в крупном, в крупном, в 600 тысяч рублей. Да разве это крупно? Так, о загадочных смертях, привившихся спутником В. Ну, ребят, вот опять на живом журнале рассуждают, что что-то какие-то загадочные смерти, видимо, будут, да? Государственные расисты и информационные агентства стали разгонять и фальсить новость о том, что злоказненный Запад готовит сценарий информационной атаки на спутник В, в рамках которой намечено подкреплять продвигаемые тезисы о неэффективности и опасности инсценировкой массовой гибели людей, якобы в результате использования препарата. Не знаю, пока не было. Пока не было инсценировкой массовой гибели. Трупы не свежие, что ли. О, вот новость. Воздух из отсека МКС с трещинами продолжает утекать. Ранее были заделаны две трещины. Да у них там всё потрескалось. Ну, это вот Фёдора, когда протаскивали, да, и всё там переломали. Надо же. Опа. Количество новых случаев коронавируса в России растёт третий день. Да. 10 марта оказалось, что на следующий день положительные тесты зададут менее 9 тысяч россиян, но кривая поползла вверх. Да, ребят, опять, опять. Что-то много, много. Угу. Так, полиция пришла на выставку человеческих тел в Москве. Ребят, помните, я вам рассказывал, да, там не пластик, там настоящие человеческие тела. Полиция пришла на выставку человеческих тел в Москве, сообщает корреспондент Эхо Москвы. Накануне глава президентского совета к правам человека, бла-бла-бла, призвал дать правовую оценку выставке доктора Дюнтера фон Хаддинса «Мир тела», которая вчера открылась на ВДНХ. А Фадеев отметил, что среди экспонатов тело разрезанной беременной женщины и пары, занимающиеся сексом. Там настоящие тела, да, ну как в анатомическом музее. Но одно дело в мединституте, а другое дело просто так вот. Мрак. Абсолютно всех, во-во-во, абсолютно всех разводят по автозакам. Полиция сдержала оппозиционеров на форуме в Москве. Угу. В Москве полиция пришла на форум независимых муниципальных депутатов, начала задерживать его участников. Среди задержанных политики Илья Яшин, Евгения Ройзман, Владимир Карамурзав, конференц-зале гостиницы «Измайлову». И почему-то все, вообще всех задержали, ребята. Всех. Надо же. Чиновница похвалила зарплату россиян в 17 тысяч и поспешила объясниться. Ну, это какая-то это... Ох, заместитель губернатора Новосибирской области, бывший депутат Госдумы Ирина Мануйлова, прокомментировал собственные высказывания, вызвавшие скандал о достаточности зарплаты в 17 тысяч рублей для молодых ученых. Но они все... Уже это... Это мрачно, да. Они сами получают там по миллиону в час, да, а 17 тысяч в месяц для молодых ученых. Это нормально, да. Это позволит, по ее словам, ребятам входить в сферу деятельности, чувствуя определенную финансовую защиту. Дебила. Да ну не дебила, но они так... Они так живут. У них своя жизнь совершенно, да. Лещенко назвал способ обойти запрет на Катюшу в Олимпиаде. Знаете, что он предложил? Он предложил договориться со спортсменами петь Катюшу на пьедестале. Это будет достойным выходом из этой ситуации. Ну, не все же лещенки-то. Они как запоют, стыдова же будет, а? Товарищ Лев. Не, зря это он. О, ребят, мудрость помогает людям меньше страдать от одиночества. Вот интересно. Мудрые люди, вне зависимости от возраста, меньше страдают от одиночества даже на физиологическом уровне. Исследование провели. Вот. Эксперимент с участием 147 человек. Ну, в общем, ребята, чем больше тебе нравится одиночество, тем мудрее. Вот. Ну, это прямо однозначно. Я не страдаю от одиночества. Я действительно одинокий человек. Вот. Я не люблю какие-то компании, где-то там что-то собираться и так далее. Просто по жизни. Я всегда таким был. Вот. И, оказывается, это полезно для мудрости. Ну, я очень рад. Знаете, есть такое выражение, что ли, что вот, допустим, необитаемый остров, да? Для кого-то это горе, для кого-то это счастье. Вот люди делятся, да, по отношению к необитаемым островам, да? Вот для меня это счастье, необитаемый остров. Ну, ладно, хорошо. Отставить. А то я, получается, что себя нахваливают. Рекорд по минусовой температуре, минусовой температуре 1902 года побит в Рязанской области. Ребята, опа. В Рязанской области побит температурный рекорд, который держался 119 лет. В ночь на пятницу 12 марта в поселке Елать, Макасимовская района, столбики термометров опустились до минус 24,3 градусов. Такого в Рязанской области в это время не было с 1902 года. Нифига себе. Рекордными стали морозы в Тамбовской, Вологодской, Тульской и Пенинской областях. Ребята, ну как вы там живете? Ну, уже холодно. Холодно. В Самаре эвакуатор рухнул вместе с автомобилем. Пьяный, что ли? Рухнул. В Самаре эвакуатор рухнул на иномарку, которую планировал увезти. ЧП случилось в Южном городе. Южный город где-то в Самаре. Не знаю. В общем, да. Шандарахнул. Хюндай какой-то, да? Что-то произошло. Эвакуатор рухнул на автомобиль. В Вольске подполковник замерз около кладбища. Поругался с женой 54-го года. На 2 года меня старше. Подполковник запаса днем 8 марта поссорился с женой. Наверное, подарок не понравилось, что ли? Ну, не знаю. Ушел из дома. На улице маршал Жукова. Обратно не вернулся. Начали искать. Он приобрел спиртное. И пошел в сторону кладбища. Залез в заброшенное здание. Лег и замерз. Ранее он говорил, что хотел умереть так, как его отец, который скончался в Новосибирске от переохлаждения. Странные какие-то дела, да? Странные дела. Нехорошо это. Жители деревни под Тверью оказались в снежном плену. Никто дорогу не расчищает. Калининский район Тверской области. Из-за снежного завала жители деревни Шорновка, Михайловского сельского поселения, не смогли выехать по своим делам. Дорога оказалась засыпана снегом. Ох ты! Не спасает даже полный привод. А что он спасет, если метровый снег или, не знаю, полтора-два метра? Последний аккорд зимы в Центральную Россию снова заметает. Сегодня в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Такая снежная погода сохранится целую неделю. В Москве и Санкт-Петербурге вновь подрастут сугробы. Но синоптики успокаивают. Это последний аккорд зимы. Ну, то есть в июле будет теплее, ребята. Опа, и Твиттер. Не, не нашли Навального. Я думал, нашли. Не, адвокаты Алексея съездили в ИК-2 в Покрове. Ну, это исправительная колония, да? Там вам сказали, что никакой информации о доставлении Навального нет. И вообще учреждение короткий день. Было 15.30. А, вот вроде говорили в Покров. Не, в Покрове его нет. Где Алексей по-прежнему неизвестный. И ФСИН явно собирается скрывать это как можно дольше. Нету, нету. Так, что еще? Если голодным дуракам часто показывать военные парады, они будут твердо уверены, что могут уничтожить всех сытых и умных. Да это правильно. Так. Опа. Сначала они оставили Путин на третий срок. Потом увеличили срок до шести лет. Потом все к чертям обнулили. Увеличили пенсионный возраст. НДС. Сняли ограничения с чиновников по возрасту. Узаконили для себя взят. И пришли к окончательному выводу. С этим стадом можно делать все, что захочется. Да, ребят, ну вообще, никто не протестует. Они уже в наглое просто. Взятки узаконили. Это же вообще от вас. Узнала два пугающих факта. Россия – рекордсмен по количеству подростковых суицидов. Аж 20% из них происходят в мае. Сообщество психиатров связывает это с ЕГЭ. Госэкзамен, да? Но вместо того, чтобы разговаривать с детьми и менять систему проверки знаний, давайте лучше запретим аниме. Да, вот вчера было, что аниме запрещают. Китай стал мировым лидером по площади искусственного лесовосстановления. Сейчас общий объем леса достигает 17,5 миллиардов кубометров. Вырубка лесов запрещена. Китай также лидер по экспорту древесины в США и другие страны. Угадайте, где Китай добывает лес? Ах, вот это цифры. Нифига себе. Врач скорой помощи, я уже говорил, но лишний раз. Можно сказать. Нужно сказать. Врач скорой помощи Елена Гайнулова из Уфы в январе заразилась ковидом. Врач скорой помощи. Умерла. После этого из-за переживаний скончался ее муж. Их 9-летнего сына воспитывают родители Елены. Ну, бабушка с дедушкой. Которым отказали в страховке. Местные чиновники решили, что врач заразилась не на работе. Она работала на скорой помощи, да? Не на работе. Страховки нет. Я. В Нижнем Новгороде работникам Горьковского автозавода обещали премии от 3 до 8 тысяч рублей за показания против участников митингов 31 января. У них спрашивали, хотят ли они, чтобы не было войны, намекали на увольнение. Сдай либерала, спаси Россию. Кругом враги. Ох ты, черт возьми, а? Комментарии. А не хотят ли эти рабочие создать профсоюз, начать забастовку, итальянец, ну, есть итальянская забастовка, пришел и... Пришел на работу, но не работаешь. Вообще показать, что им нужны не 30 сребряников, а нормальные зарплаты. Вопрос чисто риторический. Шутить изволите. Да, ребята, ну так вот оно, да. О, опять. Леонид Волков. Ну, знаете, да? Навального опять куда-то перепрятали, именно в тот день, когда Комитет министров Совета Европы, высший надзорный орган, потребовал от России немедленно освободить Навального в рамках исполнения международных обязательств России. Ну, Путин же сказал, что Россия не собирается исполнять международные обязательства. Все. И последнее. С твиттера и вообще на ролик. Надо уметь говорить нет. Например, вас спрашивают, хотите ли вы кусочек торта, а вы отвечаете нет, мне, пожалуйста, два кусочка. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, ребята, на данный час все. Пока. С вами доктор Влад.